доброе утро дорогие братья и сестры и сочувствующие сегодня мы с вами читаем 1 и она 5 глава 4 5 стихи ибо всякий рожденный от бога побеждает мир и сия есть победа победивший мир вера наша кто побеждает мир как не тот кто верует что иисус есть сын божий как говорится пару слов оба пару слов по поводу победы очень сильное утверждение на самом деле говорит иоанн всякие рожденные от бога побеждает мир в каком смысле мир побеждает мир в смысле в нас самих то есть не в том смысле что бог призывает нас как каким-то там крестовым походом завоеванием неверных отвоеванием иерусалима там у кого-нибудь ну конечно же не не об этом речь убеждает мир это имеется ввиду побеждает мир с его похотями соблазнами искушениями то есть в том смысле что вот эта победа может сиять в нашей жизни мы можем преодолеть одолеть победить грех в нас это очень важная мысль потому что как-то мы уже поднимали эту тему но иногда создается впечатление что ну как будто грех настолько силен что он просто валит всех и никто не может устоять но я имею ввиду вот такие вот люди которые на виду то есть постоянно мы слышим этот пастор упал этот пастор согрешил этот пастор там чудит но тут проворовался тут там с женой развелся смысл с любовницы куда-то но и так далее так далее какие-то такие грязные истории постоянно всплывают ну или скажем так время от времени постоянно это уж я загнул время от времени и глядя на все это думаешь ну елки-палки неужели невозможно до 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 конца жизни прям прожить жизнь вот чисто и свято и насколько это возможно для человека то есть по крайней мере в стараниях да то есть не в падении а именно вот в усердии следовании за христом но это просто так кажется потому что на самом деле есть масса примеров людей которые верно идут за господом которые несмотря ни на что продолжают любить его продолжают стараться жить святой жизнью не помню даже у нас церкви когда произошло некое падение пастора и из-за этого а может из-за чего-то еще и я сам и мои друзья некоторые были не в лучшем состоянии духовном но я помню у нас были люди которые несмотря ни на что туда понятно они были расстроены да это было тяжело это был тяжелый момент но несмотря ни на что люди продолжали следовать за христом это не были какие-то знаете звезды сцены вот но это при люди которые любили христа и который несмотря ни на что следовали за ним и не упали там не разочаровались не ушли из церкви Но верно продолжали делать то дело, которое Господь им определил И на самом деле это вдохновляет На самом деле мы должны смотреть на вот эти примеры Примеры доброй веры, несмотря ни на что А не примеры каких-то там падений Или какого-то скверного поведения Не должны превращать свое сердце в желтую прессу Смакуя и вспоминая все вот эти истории Кто там как упал, кто там что-то начудил Писание говорит однозначно Мы можем То есть тот, кто в нас сильнее того, кто в мире Да, бывает тяжело Но Иисус сам об этом сказал Иоанна 16.33 Он сказал, в мире будете иметь скорбь Ну мужайтесь, я победил мир Видите, наша позиция выигрышная Как верующих Потому что мы стоим рядом с победителем И не просто рядом, он за нас Он внутри нас Вот, то есть он сделал все Он сделал все для того, чтобы победа Его победа совершилась в нашей жизни Чтобы мы обрели вот эту вот силу Вернее, не обрели, а обратились к этой силе Облеклись в эту силу Для того, чтобы противостоять греху И жить непорочной жизнью Вот И конечно же вера Какая здесь опять О чем мы говорим Вера Опять не та вера Которая есть и у бесов Они верят внутри пищи Не та вера, которая верит во что-то там непонятно Во что оно что-то там есть И не бытовая вера Которая, ну да Я верю, что завтра у меня там Или там через три дня у меня будет зарплата Ну Ну да, это тоже сродни Это тоже некая вера Вот Но не об этой вере говорится здесь, естественно Вот Здесь говорится о постоянных отношениях со Христом Иоанн вот Во второй главе 13-14 стихи Он говорил, что Вот те, кто находятся в отношениях со Христом Они победили лукавого Понимаете Вот она опять Победа То есть тот, кто со Христом Тот побеждает Лукавого Побеждает похоть свою Побеждает Скверну этого мира Вот То есть надо Понимать, что Иисус призывает нас любить людей Но не оскверняться Теми же самыми вот Пакостями этого мира Две большие разницы Как говорят у нас в Одессе Ну и есть ради чего Стараться Потому что в Откровении 3 глава 21 стих Иисус сказал Побеждающему дам сесть Со Мною на престоле Моем Как и я победил И сел с Отцом Моим На престоле Его Вообще-то Очень серьезно Вот Очень серьезно Кто там Желал какие памятники себе наставить Или сделать что-то В этом мире Ну Значительное Значимое Кто хотел Вот Как-то вот Внушительное Что-то совершить И так далее Вот мне кажется Достойная цель Побеждающему дам Сесть со мной На престоле Моем Понимаете Я вот Честно говоря Вот Честно говоря Раньше до меня Не очень доходил Смысл этих слов Ну естественно Каждое слово В отдельности Я понимал Но От меня Ускользало Величие Этого Утверждения Понимаете Ну я всегда читал Ну да На небесах Будет все классно Ну вот Придем Там Все закончится Слезу утрут С меня И классно Вот круто Но Иисус идет дальше Иисус говорит Я посажу вас Рядом с собой На престоле Вот это да Вот это серьезно Вот это уже Прям Знаете Это Это серьезное Утверждение Вот И Ради этого Стоит постараться Согласитесь Ну вот Ну здесь Имеется ввиду Кто побеждает Мир Как не тот Кто Иисус Кто верует Что Иисус Есть Сын Божий Опять Вера Не в интеллектуальном плане Вера Не в набор фактов Но вера Как отношения Иисус Есть Сын Божий Есть тот Кто Дарован нам Богом Для нашего спасения Для нашего Благословения Вот То есть Вот Это вера Вот Поэтому дорогие Братья и сестры Сегодня не буду Идти дальше Достаточно Классное назидание Вот Благословит нас Господь Отец наш Небесный Благослови Пожалуйста Нас Научи нас Держаться За эту мысль Побеждать Твоей силой Твоей любовью Господь Твоей благодатью Побеждать этот мир Во имя Иисуса Христа Аминь Да благословит вас Господь